Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «АНАПА-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. «АНАПА» получила оценку «Отлично» по борьбе с незаконными мигрантами. Нелегальную продажу алкоголя приостановили еще в одном магазине. В 17 мгновений весны знаменитого автомобиля легендарного «Штирлица» в Варваровке проходит уникальная выставка ретро-автомобилей. Самая обаятельная и привлекательная анапчанка завоевала титул «Мисс Анапа». Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. До последней капли нелегального алкоголя. В Анапе межведомственная комиссия продолжает проверять магазины и торговые павильоны. Нарушителей наказывают, продукцию арестовывают. Итоги очередной проверки в материале нашего корреспондента. Очередной рейд по выявлению нелегальной продажи алкоголя прошел на улице Красноармейской. В магазине под названием «Винный домик» торгуют вином, водкой и коньяком без лицензии. Узнав о том, что проверку проводят сотрудники полиции и специалисты управления торговли Анапы, хозяин точки долго не появлялся. Хоть на фасаде магазина и написано «от лучших виноделов», кто как не он знает, что далеко не от лучших. Для получения алкогольной лицензии частное предприятие должно соответствовать определенным требованиям, описанным в законодательстве. Необходимо свидетельство из налоговой службы о подсутствии задолженности в бюджет. Карточка о регистрации контрольно-кассового аппарата, заключение СЭС и Госпожнадзора, договор аренды земельного участка и другие документы. Ничего этого нет. Сотрудники полиции изъяли более 300 литров спиртного. По соседству закусочная. Здесь картина точно такая же. Лицензий на алкоголь нет, но торгуют им вовсю. В центре магазина выставлены иконы. Видно, его владелец поставил их на удачную продажу. Что с его стороны полное кощунство. Помимо традиционных напитков на розлив продают якобы коньяк Хеннесси. По смешной цене 50 грамм за 35 рублей. Рейдовую группу в буквальном смысле слова насмешил сертификат Центра защиты прав потребителей и содействия, выданный за честную торговлю. Судя по тому, что изъяли почти тонну литров алкоголя, о честности и речи быть не может. Светлана Авила, Александр Кореневский. Анапа. Регион. То ли не видели, то ли не хотели. Так, по мнению руководства Краснодарского края, отнеслись к проблеме незаконной миграции в некоторых муниципалитетах. Очередное краевое селекторное освещение прошло во вторник, 16 июля. О чем говорили и каким выводом пришли руководители служб и главы городов, расскажем прямо сейчас. Не во всех городах ужесточили контроль и усилили работу над проблемой. Отличились за неделю Славинские и Успенские районы. Больше всего нарушений и самая слабая организация работы. Нет взаимодействия власти исполнительной, силовиков и активистов, председателей ТОСов и квартальных комитетов. В отчетах представителей станицы Брюховецкой, Староминской, городов Горячий Ключ и Крымск ситуации стабильная. Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в красоте и правильности отчетов усомнился. В Лобинском районе за неделю два нарушения правил пребывания иностранных работников. За отчетный период в Лобинском районе поставлено на миграционный учет 919 человек. По месту жительства 89 иностранных граждан, по месту пребывания 850 иностранных граждан. Снято 276. Проживает по виду на жительство 180 граждан, проживает по разрешению 157. За медицинской помощью за 6 месяцев обратилось 2 гражданина. Это Армения и Грузия. И то с простудными заболеваниями. По-прежнему самыми привлекательными городами для иностранцев остаются Сочи, Краснодар и Анапа. Сергей Сергеев призвал участников селекторного совещания не сдавать позиции и продолжать работу на том же уровне. Рассматривать проблему с нескольких сторон предложил начальник отдела МВД в Анапе Андрей Терехин. Первое – это количество поступивших информации от населения Англах на телефоны доверия или сюда в администрационный телефон. Вот этот анализ нам необходимо рассматривать вот тут после совещания. Сколько поступила информации, то есть активность. И второе – количество рейдовых мероприятий. То есть, если мы говорим, у нас на этой неделе 8 рейдовых мероприятий проведено. Прошлая неделя 12 мы даем. Нам нельзя снижать цифры. То есть, это будет на регулярной основе. Профилактическую работу с незаконными мигрантами продолжат до наведения полного порядка во всех городах и станицах Кубани. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Социально-экономическая сфера, изменения в структуре администрации и бюджете Анапы. Актуальные проблемы и перспективы развития города-курорта и города воинской славы. Итоги очередной сессии в материале Ларисы Басовой. Перед сессией состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов города-курорта Анапа. Рассматривали программу социально-экономического развития муниципального образования на 2013-2017 годы. Программа отправлена на экспертизу в Министерство Краснодарского края, а затем будет рассмотрена на очередной сессии. После заседания фракции началась работа 52-й сессии Совета. Депутаты рассмотрели 11 вопросов. Утверждены две кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города-курорта Анапа. Это бывший мэром Анапы с 2006 по 2009 год Анатолий Николаевич Пахомов и директор пансионата «Славянка» Тамара Петровна Петрова, которая в течение 10 лет руководила Анапой в советское время, занимая руководящие посты в Гурсовете и Гаркоме КПСС. Изменения коснулись структуры администрации. Будет создано новое управление по связям с общественностью без увеличения штата администрации. Члены правового комитета посчитали целесообразным создать управление по связям с общественностью и поддержать инициативу администрации. Новое управление будет координировать работу ТОСов и взаимодействовать с общественными и политическими объединениями. Еще одна отрадная новость для многих анапчан. Решением Совета уменьшены ставки налога на земельные участки под жилыми застройками до 0,03 под многоэтажками ТОСов и кооперативными, и 0,04 под домами малой этажности. Эти изменения связаны с тем, что поступило обращение граждан. Проведен анализ суммы налогов облаченной гражданами, имеющих земельные участки под многоэтажными и жилыми застройками до 0,03. Разница в сумме уплаты налога происходит практически в два раза. Кроме того, у нас есть представление анапской прокуратуры. Вносим изменения в части львов для пенсионеров. Исключаем фразы, постоянно проживающие на территории муниципального образования города ТОСов. Город-курорт растет вширь. Появляются новые улицы. На Совете было утверждено решение дать название семи новым улицам в Анапе, Субсехе, Юровке и Витязево. В Соте-Кубань дали имена пяти улицам. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. И к другим темам. Вам хотелось бы посидеть за рулем машины, точной копией, на которой сидел Штирлиц. Или на секунду представить себя Аль Пачино за рулем могучего Крайслера. Если да, советуем побывать на выставке авто и мототехники. 11 лет автор и организатор выставки Алексей Фролов собирал автораритеты по всему миру. Что получилось из необычного увлечения жителей села Варваровки, расскажет Лариса Басова. На автовыставке представлены образцы зарубежного и отечественного автопрома с 1917 года. Возраст многих экземпляров 30 и более лет. Коллекционирование автотехники автор выставки Алексей Фролов начал с покупки старенького мотоцикла «Урал», просто чтобы покататься. Сегодня только на этой выставке более 100 экспонатов. Но перевезены еще не все экземпляры из Славянска на Кубань, где хранятся в специальных гаражах. У каждого экземпляра своя судьба и своя история. В коллекции есть «Мерседес» 1913 года, как в фильме «17 мгновений весны», на котором ездил сам Штирлиц. Мужской половине будет интересно своими глазами увидеть такие мотоциклы, как «Индиан» 1918 года, военный «Харли Дэвидсон» 1942 года, самый первый «Иш» Красный Октябрь 1934 года. Здесь можно отследить историю известных автомобильных марок. Это шесть машин марки «Мерседес Бенз» и четыре «Опеля» – первый «Опель Капитан» 1936 года выпуска. А «Мерседес» 1960 года очень напоминает отечественный «Газ» или «Волгу» 1970 года выпуска. Из отечественных автомобилей, ушедшие в прошлое, но запомнившиеся владельцам, особенно инвалидам, своей надежностью – запорожцы. Выставка может легко претендовать на звание самого раритетного, в своем роде единственного музея под открытым небом в Южном федеральном округе. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. Кто в Анапе всех милее? В городском театре прошел финал конкурса «Мисс Анапа». Самые обаятельные и привлекательные юные анапчанки доказывали городу свое право на звание «Самой». Мы побывали на конкурсе и познакомились с участницами. О 13 достойных красавицах наш следующий сюжет. 90-60-90 – параметры классической женской фигуры. Пропуск на конкурс – длинные ноги и волосы. В гримерке одной на всех 13 девушек от души дают советы друг другу. Волнуюсь. Надежда на победу. Будем бороться до конца. У нас выходы сложные. Переживаем. Я думаю, сейчас каждая девушка волнуется. Пять выходов – дефиле парад, коктейльное платье, конкурс купальников. Хотя купальники все одинаковые. Силуэты разные. Четвертый конкурс – проявление талантов. Природа наделила красавиц разными способностями. И последний выход в финале конкурса – парад вечерних платьев. Дебют Виктории Кирсановой в конкурсе красоты уже победа над собой. Юная красавица по закону жанра – еще и спортсменка. Номер 10 – Виктория Кирсанова. Амбициозная и целеустремленная личность. Яна Нестеренко – выпускница медколледжа. Участвует в конкурсе благодаря подруге. Правильная поддержка – половина успеха. Зашла на меня столько глаз, столько людей за столом сидят, смотрят. Волнение жуткое. Я там покрутилась, повертелась, постеснялась. Но мне взяли и сказали – интересный типаж, все отлично. У нас все девушки достойные. Решение жюри не предугадать. Я не знаю. Первой вице-мисс Анапы – Анна Сероян, участница с номером 4. Приз зрительских симпатий получила 16-летняя Виктория Кирсанова. А победительницей конкурса и самой обаятельной привлекательной анапчанкой назвали Марину Карпову. Она же завоевала еще один титул – мисс Перспектива. Вот так завершился в Анапе конкурс красоты. И права была великая Габриэль Шанель, одевшая по своему вкусу весь мир. Заботясь о красоте, надо начинать сердце и души. У человека все должно быть прекрасное лицо и одежда, и душа. Развил мысль о красоте Антон Павлович Чехов. Алина Гумирова, Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 19 июля в Анапе сохранится по-летнему жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы плюс 25-27, ночью до 23 градусов по Цельсию. Ветер северный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 25 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok